Совы в городе. Если вы заметили пернатого хищника в своем дворе, не стоит сразу бить тревогу. По словам зоологов, в этом году по всей России этот вид птиц заметно расплодился. Совы живут не только в лесу, но и в городских парках, скверах, на кладбищах. А в поисках пропитания прилетают во дворы, где охотятся на крыс и даже ворон. В городе, на самом деле, хищные птицы встречаются регулярно, потому что здесь хорошая кормовая база. Здесь нет охотников, которые стреляют. Но бывает, что птицы получают травмы, врезаясь в окна домов и теряя ориентацию в закрытых дворах. Так случилось и с совой, залетевшей во двор домов, расположенных колодцем, между Пензенской и Карла Маркса. Соседи подняли панику в общедомовом чате. Она сидела под моим окном. Я говорю, я сейчас приеду, попробую ее поймать. И пока я ехала с района кардиоцентра, смотрю, уже в группе написали, что она перелетела на ель к шестому подъезду. Нас от каждого организации отсылали в другую организацию. Потом нам перезвонил департамент и сказали, что приедут сотрудники сейчас зоопарка и попробуют решить ваш вопрос. Оценить состояние совы приехал заместитель директора зоопарка Александр Кузовенко. Ему рассказали, что птица уже сутки не может покинуть двор. Дважды врезалась в тены домов, падала, даже какое-то время висела на дереве вниз головой. Александр определил, что в беду попала длиннохвостая неясыть. Этой птицы нет в Красной книге. И она не так уж и редка. Если сова долгое время находится на одном месте, то есть это уже не один день, если на нее нападают птицы, она на это не реагирует. А тем более, если сова где-то сидит под деревом, подпускает близко к себе человека, значит, ей нужна помощь. Но при виде сачка сова все же смогла взлететь на дерево и уселась на ветку напротив шестого этажа. Для того, чтобы достать оттуда птицу, жители позвонили спасателям. В МЧС пояснили, что птиц не спасают только людей. Спасите, пожалуйста, помогите. Тут из зоопарка уже приехали. Достать не могут. У нас сотрудники зоопарка рядом стоят. Вы понимаете? Нам аппаратура нужна, чтобы сотрудников помочь им подняться, чтобы спасти эту сову. На настойчивые звонки жителей отреагировала только городская служба спасателей. Но выяснилось, что произошло недоразумение. Они были уверены, что едут спасать с дерева человека с совой. Одну сову спасать отказались. Да и лестница, достигающая только второго этажа, проблемы бы не решила. Мы не работаем с животным. К вечеру птица снова стало плохо, и она всю ночь провисела вниз головой. На следующее утро спасти хищника, попавшего в беду, вызвался промышленный альпинист. Чтобы сразу оценить состояние пернатовой и в случае необходимости оказать помощь, на место выехал и Иван Павлов, орнитолог, заместитель председателя Самарского отделения Союза охраны птиц России. Но как только альпинист приблизился к птице, та перелетела на другое дерево, еще выше. Ну, скорее всего, травма какая-то есть. По тому, как она сейчас перелетела с дерева на дерево, видно, что она ориентируется нормально в пространстве. То есть, возможно, ей нужно просто какое-то время восстановиться. Возможно, что у нее есть какая-то пространственная, так сказать, растерянность, потому что она оказалась в закрытом дворе. Неизвестно, насколько для нее эта ситуация знакома. Но по тому, допустим, помету, который я обнаружил под местом, где она сидела, можно сказать, что птица не истощена. От дальнейшего спасения птицы, по совету специалистов, мы отказались. Без еды сова может спокойно просидеть на дереве в течение недели. И все, что ей сейчас нужно – покой, чтобы восстановиться после возможного сотрясения мозга. Орнитологи советуют помогать птицам только когда есть признаки того, что они действительно в беде, находятся на земле, имеют повреждения, не сопротивляются воронам и дают взять себя в руки. Нужно зафиксировать ноги, зафиксировать крылья, если они целые. И в идеале погрузить животное в коробку, в закрытую, чтобы не было решеток никаких. И отвезти в… Ну, практически сейчас любой ветеринарный врач может, по крайней мере, при осмотре диагностировать какие-то там либо истощения, либо переломы, повреждения в эвихе. Но перед тем, как оказывать помощь, лучше отправить фото специалистам, например, сотрудникам зоопарка, чтобы убедиться, что перед вами экземпляр, не занесённый в Красную книгу. В противном случае, извлечение птицы из природы является административным правонарушением. А если вы выходили птицу, следует как можно быстрее её выпустить на волю, пока она не утратила охотничьих инстинктов. Виктория Шара и Константин Головин. События.